Друзья, всем привет! Меня зовут Макс, вы на канале Fragrantius и сегодня в рубрике hidden gem затерявшийся бриллиант я расскажу вам про два очень интересных парфюма от бахрейнского бренда Asgharali, которые называются Estabrac Bahach и Chaos Pour Homme, хаос для него. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть замечательный, уникальный, неповторимый одноименный телеграм-канал Fragrantius, на котором есть много всего интересного и не только про парфюмерию, поэтому обязательно заходите, вдруг понравится, тогда подписывайтесь. Также хотел сообщить, что сегодняшний обзор проходит при поддержке интернет-магазина косметики и парфюмерии Rendezvous, это значит, что парфюмы из сегодняшнего обзора вы сможете купить по ссылкам в описании к этому обзору и также вам в подарок мой именной промокод на скидку 10% на все покупки на сумму от 2500 рублей в интернет-магазине Rendezvous. Сразу во избежание всяких кривотолков и конспирологии хочу сказать вам, что вот эти вот парфюмы, кроме меня, наверное, в России пока еще никто не знает, в том числе, несмотря на то, что они продаются в интернет-магазине Rendezvous, менеджеры Rendezvous тоже о них не знают. Я к тому, что некоторые меня обвиняют в некоторой такой продажности, да, что, дескать, я занимаюсь пиаром неликвида, который скопился на складах Rendezvous и тем самым как-то ускоряю, помогаю им сбывать всяческий неликвид. Ну нет, вот девушка, с которой я сотрудничаю менеджером Rendezvous, она удивилась даже, когда я сам лично предложил сделать обзоры на эти парфюмы. Почему я предложил сделать обзоры на эти парфюмы? Потому что я действительно считаю, это затерявшиеся такие бриллиантики. И причин тут несколько. Во-первых, бренд этот Asgarali никому не известен в России пока еще. У нас все вот из арабов привыкли Росасси, Свиссаребиан, Лотафа, Аджмал, Asgarali бренд неизвестен. Я уже делал несколько обзоров на парфюмы от этого бренда. Они, в принципе, ничем не уступают по качеству Лотафи или Свиссаребиану или Росасси, а во многом даже и превосходят. А превосходят они по соотношению цена-качество. То есть это бренд в связи с тем, что он недостаточно еще такой раскрученный, ценники у них пока еще очень низкие. И вот эти парфюмы, они по нашим меркам, по-российским, они принадлежат к сегменту масс-маркет. То есть это парфюмы, которые у нас продаются по цене в районе 2000 рублей за флакон. В то время как по сути, по своей, по содержанию, по содержимому, это уверенный взрослый западный люкс. Люксовая парфюмерия, которая у нас продается сейчас там 7-10 тысяч за флакон. Вот в таком вот ценовом сегменте. И, конечно, я не мог пройти мимо. И мне самому интересно, этих парфюмов еще даже нет на фрагрантике или уже нету. Потому что их просто никто не знает. И, конечно, я даже испытываю тут некоторый такой челлендж. Потому что уже в парфблогерской сфере, даже уже в сегменте арабов, уже наметился некоторый застой. Когда парфблогеры попросту начинают сживать собственный хвост. То есть одни и те же парфюмы переходят из обзора в обзор. Но уже сколько можно этот уже лохматить эту бабушку Мерзал оф Траст. Или какой-нибудь там, я не знаю, латафу какую-нибудь там. Все и так уже знают, что это, как это, почему это. В то время как вот эти парфюмы, они абсолютно никому не известны. Но они стоят того, чтобы о них рассказать. Да, и еще такой важный момент. Что, конечно, кто бы там что ни говорил. Я понимаю, что у нас все аристократы сплошные. Олд Мани и прочие там Джеффы Безосы и Илоны Маски. Все у нас покупают исключительно Баодичеза Викториус, а также Крит, а также Рожа Адап. Ящиками, флаконами. Но тем не менее, обзоры на ультрабюджетных арабов, вот именно из этого ценового сегмента, они самые просматриваемые и самые желанные на Ютубе. Поэтому Джеффы Безосы и Илоны Маски от экрана отодвиньтесь, чтобы, не дай бог, вам не поплохело от этих кучерявых арабских названий. Но начну я вот с парфюма, с неблагозвучным для русского уха названием Эстабрак Бахах. Эсгарали Эстабрак Бахах. Вот я всегда смеюсь, потому что для русского языка эти арабские названия звучат, как какие-то там заклинания для вызова джинна и сказки «Тысяча одна ночь» Эстабрак Бахах. В то время я когда выкладываю обзоры с такими экзотическими названиями на Ютубе, у меня есть среди подписчиков носителей арабского языка, в итоге там оказывается что-нибудь «Милый друг» или «Моя любовь» или «Вместе навеки». Ну вот я не удивлюсь, что Эстабрак Бахах это тоже что-нибудь там «Милый друг, не скучай» и так далее. В общем начну Эстабрак Бахах. Эстабрак Бахах, посмотрите какой сексуальный флакончик. Таких флакончиков даже вот в западном люксе не часто встретишь, будем откровенны. То есть это уже напрашивается такой хороший подарочек на Новый год. И когда я попробовал этот парфюм, я был очень удивлен. Несмотря на то, что я повторюсь, сегмент ценовой в районе 2000 за 100 миллилитров, это во многом превосходит даже вот я его называю «люкс из магнита», вот эти вот эти колончики, которые у нас продаются в сети «Магнит», в разделе «Химтовары» и так далее. Ну то есть вот эти все Антонио Бандерасы, там «Юнайтед Колорс от Беннетон» и так далее. Вот эта штука это по сути такой классический древесно-пряный французский люкс. Я сознательно не стал лихорадочно вспоминать, по мотивам ли это, не по мотивам. Но вот важный еще, крайне важный момент касательно арабов, почему уже я без всякого, как сказать, сомнения и называю это «Хидден джем». Потому что, по сути, уже арабы за несколько последних лет полностью перешли на французское сырье. Вот там «Живодан», «Фермених», вот эти все, «Робертет». То есть они скупают бочками-бочками сырье французское. И даже, я знаю, торговцы вот этими композитами и, собственно, вот этими химикатами для парфюмерной промышленности. Российские, они даже вот с некоторыми общался, они рыдают и плачут, потому что арабы практически все скупают на корню. То есть это, по сути, французская парфюмерия. То есть она вот именно вот в этом сегменте, в ценовом, ничего арабского нету вообще. И ничего арабского в плохом смысле, имею в виду, с чем многие ассоциируют арабов, да, что низкое качество, какая-то наколенность, какая-то неуклюжесть, несобранность, плохие композиции, плохие технические параметры. Вот ничего этого здесь нету. То есть это взрослый французский люкс, древесно-пряный парфюм. Пирамиды нету ни на фрагрантике, поскольку его нету, нигде не нашел. Я буду описывать своими словами. По сути, это вот древесно-пряный люксовый парфюм, примерно вот как в направлении Dolce & Gabbana The One. Dolce & Gabbana The One у меня нет, я им не пользуюсь. Ну вот у меня есть, я в ящичке нашел Calvin Klein Eternity Flame. Ну вот это вот примерно по уровню, я не говорю по нотам, а уровень класс, люксовая парфюмерия, добротная западная. Вот здесь по нотам что мы имеем? Начинается это не яркими цитрусами, не одеколонистыми цитрусами, но по сути древесно-пряная классика какая. Не яркие цитрусы на старте, в середочке, что-то там наподобие корички, кардамончика, может быть, возможно, даже что-то такое гераневое, да, такое вот отдающее в сторону классических фужеров. И древесная база, сандал, кедр, бобы тонко, вот просто древесно-пряная французская классика. Но я вот буквально на днях захаживал в одну парфюмерную сеть, и там Dolce & Gabbana The One, насколько я запомнил, в районе 8 тысяч за 100 миллилитров, что-то такое было. В то время как вот эта штука стоит 2 тысячи, причем она ничем не отличается, то есть это такой же вот взрослый люксовый парфюм, то есть любителям такого вот направления древесно-пряных парфюмов в духе Dolce & Gabbana The One, это будет просто, что называется, хоть и говорят, дважды в одну реку не входят, но вот это будет заход в одну и ту же реку дважды, но по цене там в 4-5 раз дешевле, чем вот французские вот аналоги. И я специально не акцентирую на какой конкретно этот парфюм похож, потому что в данном случае это уже не имеет принципиального смысла, потому что если брать вот это вот направление древесно-пряных парфюмов Dolce & Gabbana The One, их тоже уже десятки там, ну в одном чуть-чуть больше корички, в другом чуть-чуть плотнее деревяшки в базе, в третьем там чуть-чуть больше ванили, ванилька тут тоже есть. В общем, это такой классический французский древесно-пряный люкс по очень выгодной цене. Вот без всяких сомнений могу сказать, что этот парфюм из категории, которые понравятся всем, особенно это будет хорошо на зиму в качестве подарка на Новый год, потому что он действительно такой согревающий, древесно-пряный, плотный, красивый, переливающийся, всевозможные эпитеты, ничего плохого не могу сказать про него. Что касается технических параметров, тут тоже все стандартно для люкса такого класса, такого направления, ну 5-6 часов он стабильно на коже, я его слышу, без преувеличения. То есть золотой такой стандарт древесно-пряного люксового парфюма. И второй в нашем сегодняшнем обзоре это Chaos for Ohm, хаос для него. Вот тут отпугивающее название и такой подчеркнуто прозрачный флакон, да. Естественно, я бы, если бы не знал про что это, я бы подумал, что что-то такое молекулярное, техногенное, да, что-то такое вот большой взрыв и молекулы, разлетевшиеся в космосе, в духе что-нибудь там Мин Нью Йорк Мун Даст или какой-нибудь там клон очередной на Ганимеда, да, что-то такое молекулярное, безжизненное, холодное. Но вот у этого парфюма название Chaos, оно абсолютно ему не подходит. То есть я бы, если бы был маркетологом бренда Asgharali, я бы назвал этот парфюм не иначе, как, например, Lover Man, да, Любовник или, там, Handsome Man, да, Красивый Мужчина. То есть это, по сути, белорубашечный парфюм. И я нечто подобное уже обозревал. Я в свое время делал обзор на парфюм от арабского бренда Rossassi. У них была серия Cosomat, такие золотистые флакончики, оранжево-золотистые, с бубенчиками, с кисточками. И там был такой парфюм Rossassi Cosomat Rossana. Вот это парфюмы, которые построены вокруг белого мускуса и фруктов. То есть это основные, вот, фундаментальные кирпичики, на чем построена эта композиция. То есть это абсолютно белорубашечный такой, идеально для офиса парфюм. И, кстати, он идеально подойдет тоже для лета, для жары, но зимой на морозе он не менее красив. То есть это парфюм, вот, повторюсь, Creed, Virgin Island Water, Creed, Aventus for Her, Rossassi Cosomat Rossana. То есть стартует это, опять же, не яркими, не резкими цитрусами, чуть-чуть бергамотика. И сразу слышен такой собирательный, приятный фруктовый аккорд. Нечто среднее между яблочком, грушей, ананасом, персиком. Ну, прям сказать, что тут прям конкретно ананас, я не скажу. Но вот такой собирательный, приятный фруктовый аккорд. И белый мускус, чистый, легкий, красивый. Французский, это тоже самое, по сути, это французское сырье. Тут даже к бабке не ходи, тут ничего арабского, такого кустарного, криворукого, неприятного нету вообще. То есть я вот вслепую бы никогда бы в жизни не сказал, что это какой-то арабский парфюм от какого-то малоизвестного бренда. Сказал бы что-то такое наподобие вот Crite Aventus for Her, Aventus для нее. Или вот опять же Rossassi Cosomat Rossana, поскольку я уже на него делал обзор. То есть фрукты, белый мускус и в базе чуть-чуть-чуть сандала. То есть он абсолютно не брутальный, не грубый. А, и забыл, 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 забыл. Еще здесь есть такой приятный бело-цветочный аккорд. Вот что-то наподобие вот как вот Vamuache Reflection Man, да, такие вот белые цветочки плюс фруктики плюс мускус. Вот три компонента основных, три основных аккорда. И несмотря на то, что вот вроде такая композиция, да, все-таки мускус, фрукты, цветы, он не звучит прям феминно. Ну, я не знаю, честно говоря, почему они назвали это Pour On. Для него, по сути, это унисекс. И я прекрасно вижу этот аромат на девушках, на женщинах. То есть абсолютно уютный, приятный такой, комфортный. И идеально, конечно, подойдет для офиса. В качестве парфюма на каждый день поливашечка, которую вот за две тысячи купил. И поливайся, хоть залейся. Приятно, фруктовенько, чистенько. Вот если говорить о парфюмах чистоты, то вот, наверное, самый такой распространенный в люксе, это вот этот вот Эклад мужской, да, Априже. Но вот эта штука, она гораздо-гораздо-гораздо круче и более, скажем так, ладно скроена, чем вот этот Эклад. Эклад просто пахнет таким вот стиральным порошком. Чистота, чистотай, да, сейчас мы ее прокипятим. Вот в данном случае вот этот вот белый мускус, он очень красиво все вот так вот скрепляет, бесшовно, да. То есть вот парфюм, вот он приятный. И он даже приятнее, чем вот эти вот нишевые, там, допустим, в Вильгельм Парфюмере Манго Скин. Или вот это вот популярное сейчас, особенно у девушек, у женщин, Зарка, 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 The Muse парфюм вот этот вот постерушечный. Или Карнер Барселона Безос, да, поцелуй, тоже там вот стиральный порошок, чистота. Ну и опять же, Байреда Бланш, да. Вот тут такой вот постерушечности грубой нету. Вот он все равно такой мягенький, мускусок, фруктики и цветочки. В то же время мужской. Вот я прям вижу костюм и белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей. Это прям вот будет идеальный лук. Не верите, просто вот купите вслепую, купите вслепую, отдайте 2000 и потом в комментах мне напишите, что Фрагрантиус был неправ. Вот я в данном случае могу сказать, что вот этот парфюм, он вслепую понравится всем. Вот я больше чем уверен. Это по сути вот тот же самый Росасика Самат Росана, только еще вдвое дешевле. 2000, 1700 он по-моему на рандеву стоит. Просто фантастика, чтобы за такие вот копейки получить такую вот очаровательную поливашечку на каждый день. Что я могу сказать в заключение, да. Вот у меня единственное после обзоров на вот эти все парфюмы ультрабюджетные, после их разнашивания у меня единственный вывод все-таки, какая запредельная маржинальность в западной парфюмерии, во французской парфюмерии, что по сути за 100 миллилитров парфюма, да, в таком вот флакончике мы платим 2000, в то время как за то же самое от французов мы платим, ну, минимум там в 5 раз дороже, там в 4-5 раз. Что неудивительно, потому что это, ну, что я буду вам объяснять, строить из себя тут Адама Смита и рассказывать вам про макроэкономику. Все и так понятно, почему это происходит, но, 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 ловите момент. А ловите момент потому, что как уже мы наблюдаем ситуацию со многими другими арабскими брендами, по мере проникновения на наш рынок, по мере закрепления на нашем рынке, по мере того, как народ их распробует, они что делают? Они поднимают ценники. Это уже произошло и с Аджмалом, это происходит уже отчасти и с Латафой, вот эти вот последние релизы их, которые уже ничем не хуже французской парфюмерии. Естественно, потихонечку цена растет, 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 поэтому пользуйтесь пока что вот Асгарали, Бахрейн, пока они еще не освоились так, не чувствуют себя так вольготно на нашем рынке, как Латафа и Аджмал, поэтому пользуйтесь случаем, покупайте, носите на здоровье. Вот без каких-либо сомнений рекомендую вам эти парфюмы, ничего не потеряете, просто кроме массы удовольствия получите от этих парфюмов. На этом все, дорогие друзья, благодарю за внимание и до новых встреч, всем пока!